Про какие чувства вы сейчас говорите после сороковника? Ну какие чувства? Самые что ни на есть. Да ты что, Роза? Отношения все равно какие-то долгие. Что человек умирает после... Ты вышла замуж за своего дурака-то, Юрку. Да какие у меня чувства не было никаких. А что у тебя было? Ну как, это голодная была. Я Лариса Гузеева. Это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Жанна, Валерия и Татьяна. А жених у нас Алексей. Здравствуйте, я рада вам. Проходите. Алексей. Сорок лет. Не был выбран невестой в одном из предыдущих выпусков программы Давай Поженимся. Но своим появлением в эфире заставил биться сердца нескольких сотен одиноких женщин России гораздо чаще. Алексей инженер-программист. Воспитывался в детском доме. Гордится тем, что умеет работать руками и решать нестандартные задачи. Алексей не видит рядом с собой властную особу, которая распределяет обязанности на женские и мужские. Женится на ответственной, активной, веселой, но строгой женщине с естественной красотой. Здравствуйте, Алексей. Рада вас видеть. Ну что, изменилась жизнь после участия в нашей программе? Это дало большой толчок, и я сейчас уже, скажем так, более уверенно ступаю на решительные шаги какие-то, на это самое, то есть изменилось. Жак и Майка настораживают. Давайте нашим зрителям напомним немножко, да? Да. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Ты можешь здесь. Посмотрите, целый зал вас поддержал. Дорогой мой, вы сослужили быть счастливым. Я за вас. Проходите в комнату. А у меня сейчас комп в горле. Вы знаете, на что я покупалась всю жизнь? Вот чем меня можно было брать? Просто мужские слезы. И я, когда воспитывала своего сына, никогда ни разу в жизни мне сказала, что ты рыдаешь, ты пацан, ты мужик. Нет, абсолютно. Если у человека, мужчина может когда-то заплакать, значит у него живое сердце. В наше время только очень мало. Да, они единицы. Да, конечно. Лёсочка, у вас правда было ведь нелёгкое детство? Мать же отказалась от вас, когда вы были младенцем, да? Почему в детдоме оказались? Да, действительно, она, как было сказано в истории ребёнка, скрылась в неизвестном направлении. Но на самом деле было бы всё немножко намного проще, легче, если бы она просто исчезла в жизни. То есть она не появлялась. Просто получилось так, что как бы с одной стороны она не была лишена родительских прав, то есть я считался родительским ребёнком. То есть как бы есть некие ограничения между ребёнком, который абсолютно без матери. То есть меня, например, я так знаю точно, что меня в первом классе хотела установить прекрасная женщина. Она для этого вот приехала. А поскольку вы не были, да? Там был суд, как бы там спросили, что хотите ли вы, чтобы мать лишили родительских прав. То есть, ну, ребёнка спрашивает, психологи спросили. Я, естественно, говорил, что нет. Да все ждали, пока надумаете. Лёш, ну ведь с вами в детском доме были ещё и брат и сестра. Да. От одного отца? Мы с сестрой, так и понимаю, от одного отца, а брат явно от другого. Хорошо. Какая разница в возрасте у вас была? Два года все. Сегодня у меня вообще как-то другими глазами даже на него смотрю. И я знаю, что у вас с сестрой были тёплые отношения, да? Да. Она даже вас опекала? Не совсем. Мы как бы друг друга опекали, как могли. А с братом почему не? У брата очень, скажем так, более, как он однажды мне сказал, у него нет... Родственных чувств? Родственных чувств. Лёш, спрашиваю, тяжко ли вам жилось в детском доме? Ну, конечно, я не буду глупости. Все эти, всё, мы всё знаем. Нет, вы знаете... Просто получалось так, что группа 40 человек, очень трудно уследить, кто... Ну, не доставалось очень много, как человеку, не подходящий под рамки, но не от воспитателя, а от сверстников. Девочки, вы знаете, вот он рос в детдоме и не обозлился вообще на весь этот мир, он остался искренним, открытым человеком, да? Да, очень высокие, добрые качества, видно, человеческие. В армии служили? Нет, я не служил в армии. А так получилось, что... Мне как бы в интернате не совсем до конца дооформили. Получилось так, что выделялась жилплощадь, мать меня оттуда выпихнула. Не поняла. Вам детский дом предоставил жилплощадь? Ну, детский дом обязан был позаботиться о том, чтобы у меня было место жительства. То есть, я так понял, что они очень сильно позаботились. Где эта жилплощадь-то? Она сейчас у матери. А каким образом? Она оставалась матерью, соответственно, то есть, по всем законам, по всем этим самым канонам, площадь оставалась матери, действительно, выделена была от секции общежития. Сейчас она жива, мать? Да, и она живёт там. Вы что, да? Она не может её поменять, потому что она не может её приватизировать. Сейчас вы с ней как-то общаетесь? Она же приползёт со словами «Сыночек, лекарства» и так далее. Никак, я её предупредил, что я больше с ней общаться никогда не буду. Но я бы не смогла сдать ребёнка в детский дом. Мне бы тяжело мне уже сдала от троих. Вы встретили свою первую любовь, которая была на 8 лет вас старше. Когда сколько вам было лет? Мне было 20. Ей 28, естественно. Да. Да? И стали жить на её территории? Да. Ну, понятно, без скала, без двора. Тяжеловато было. Ну, на самом деле, женщина мне попалась прекрасная. Просто получилось так, что мы жили с её родителями. Вот родителям я совершенно не понравился. А работали к тому времени или учились? Да, я работал в грузчиком магазине. Чему придирались, цеплялись? Ой, придраться можно ко всему чему угодно. Ко всему цеплялись? Вас до этого выгоняли из дома, да? Да, там были ситуации очень интересные. Когда папа пьяный приходил, папа видеть не хотел меня дома. То есть в итоге приголожалось наряд милиции, чтобы меня вывели. Со временем сразу стало было понятно, папа пришёл пьяный, я стою на улице, жду, когда он заснёт. Он хороший мужчина, хороший парень. Он достоин того, чтобы найти свою половинку в этой жизни, чтобы его обогрели, чтобы о нём заботились. Вот она пошла рожать в роддом. Тут уходит защита была в виде жены, а тут и жена в роддоме. И вы загуляли? Ну, а как, если мужик на улице стоит? Вот я даже вас не буду осуждать, если вы, в то время как жена рожала, у какой-нибудь сердобольной женщины и, как говорится, заночевали. Нет, я бы не сказал, что я загулял. Я бы не... Скажем так, то есть в конце концов это уже перед самым разводом как бы привело к одной связи, довольно-таки короткой. То есть мне просто уже всё достало. А причина развода была какая? Она предложила, я как бы... Я не стал уже... Да. А вот та женщина, которая приютила, жена не стала бороться, нет? Потому что как только из рук ускользает, тут же хочется своё вернуть. Мы попытались после восстановить... А почему не срослось? Вы знаете, возникло очень много сложностей. Мне предложили работу в Краснодаре, и я переехал из Орла в Краснодар. Это просто был шанс. Причём, мне кажется, он очень благодарный будет. Он в ответ будет давать намного больше, наверное, даже. Положительный вообще со всех сторон человек. А потом вы встретили вторую жену, которая тоже вам родила ребёнка, и она вообще оказалась деспотом. Там всё намного немножко сложнее было. Я даже не встретил, она сама со мной познакомилась. Разглядела, что вы парень-то клёвый? Ну, скорее всего, так произошло. Я сделал оценку и понял, что нужно что-то менять в жизни. Если бы была возможность вернуться в прошлое, и вы в благополучной семье, вот как вы свою жизнь себе бы нафантазировали? Образование, работа, какая бы жена, какой дом? Ну вот намечтайте. Вы знаете, я практически построил мечту. Самое обидное было, что в мечте не хватало просто человека. Это большой дом, это берёзы. Я сажал перед домом берёзу. Это хорошая дружная семья, это хорошие дети, в принципе. То есть я очень люблю детей, очень люблю животных. У вас их двое. Сколько им лет? Девочке уже 20, 95-го года, а мальчику уже 10, почти. Да. То есть вам осталось помогать и тянуть вот 10-летнего только, да? Не получается. Она не даёт мне общения с ним. Ну, деньги вы шлёте? Я даже не знаю, где она. А вы были расписаны? Мы не были расписаны. Ну, ясно. Она не была старше вас? Старше на 10 лет. А, ну, всё понятно. Нужно был вот такой вот молодой, красивый, здоровый. И который потом не создаст проблем в этой жизни. Оксана, вы замужем? Нет, в разводе. В разводе? Ну, вот у вас друг. Вы приблизительно одного возраста. Нет, я старше. У меня к нему материнские чувства. Я очень хочу его пристроить в хорошие руки. Потому что парень действительно хороший. И подруга, видно, что такой добрый человек. Добрый человек, да. Помогает ему, наверное, по жизни. В Москве живёте? Ну, пока в Москве я хочу переехать полностью. В Москву закончу все дела. А вот если сейчас невеста будет иногородняя, в Москве останетесь или к ней поедете? В Москве. Любится в меня. И скажет, давай, Татьяна, на край света. Я скажу, на край не надо. 100 километров достаточно. 110 километров. Ближайшая под Москву. Живём, радуемся. Это сейчас Москва. Всего-то два часа, и ты в Москве работай сколько хочешь. Вы без вредных привычек, вы не алкоголик, вы здоровы. Хватит уже из вас ввести верёвки. Становитесь с сегодняшнего дня мужиком. Мы вас научим с Розой, как стучать кулаком по столу и так далее. Они все приходят, женщины, и все хотят мачо. Понимаете? Они сначала из мачо делают бабу, тряпку, вытирают ноги, а потом хотят следующего мачо. Поэтому всё. Прямо в себе взращивайте вот это. Я мужчина. Можно я добавлю? Просто у Алексея какая-то врождённая порядочность и уважение ко всему женскому роду. Несмотря ни на что. Казалось бы, ну чем заслужили? Одна мать чего стоит? Вот сколько бы его не обижали женщины, сколько бы вот сковородок не разбила его голову, там, его жена, он никогда не ответит тем же. Он никогда не сможет поднять руку. Ей не хочется отдавать, Алексей, никому. Может быть, вас в любовники взять? А я вас отлюблю за всех бабоках, сволочей, за все годы. Ну, вот прям вот, ну, честно сказать. А потом что ему делать-то? А потом ему никто не помогал, он сам себя воспитал, он сам себя обучил. Игорь, я просто... Он сам занялся программированием. Чисто в человеческий вот. Что тебе меньше не достанется? Алексей, вы рак, но трансформируетесь в водолея. А если бы вы родились позже, часа на четыре, то вы были бы уже любым. Почему трансформируется-то в водолея? Потому что солнце находится в доме водолея. Для рака очень важно, где луна. Луна находится в водолеи у вас. И поэтому друзья играют огромную роль для вас. Понимаете? Поэтому мать такая отчаянно свободная. И в женщинах вы ищете то же самое. Наверное, вот какую-то странную материнскую черту. Понимаете? Это желание свободолюбивости. Я думаю, что ты сможешь ему дать все, чего ему не хватает. Вы к женщинам все-таки требовательны. Вы внимательно смотрите, какая она хозяйка, как она одевается, какие у нее манеры, какие у нее черты характера. Но есть ведь это. Вы замечаете мелочи всегда в женском характере. И для вас очень важны мелочи в женщине. Потому что что-то может вас оттолкнуть, и вы уже можете даже не хотеть ее. Тамара прямо меня описала. Я должна сказать, что этот год, период, который прямо сейчас идет, он дает вам полные шансы изменить свою судьбу. Понимаете? Вот эти 10 дней, которые сейчас идут, и последующие, и в следующем месяце, это время закладки своей судьбы. Вы имеете все шансы измениться, полностью закрыть вот эти свои испытания, отнестись полностью по-другому к браку, поставить крест на всем, что было, и не становиться жертвой. То есть, так сказать, вот этот период, он реально дал вам... Он чувствуется, да. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Жанна. Меня очень тронула ваша история, и мне бы хотелось познакомиться с вами поближе. Очень приятно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Жанна, 40 лет. Продавец-консультант в магазине беспошлиной торговли. Посещает бассейн, изучает английский язык и много читает. Гордится тем, что вырастила сына, купила автомобиль и сделала ремонт в квартире. Мечтает увидеть океан. Предупреждает, что в ее доме никогда не будет животных. Жанна увидела Алексея в программе «Давай поженимся» и поняла, что это ее судьба. Надеется, что он ответит ей взаимностью. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Для начала мне хотелось бы вот такие вам сладкие подарочки сделать. Это белорусский шоколад. Спасибо. Спасибо. С вами Комара, пожалуйста. На самом деле, очень милая девушка. Ну, видно, что постарше, чем мы, да? Женщина в возрасте. Жанночка, вы одна из сотни девушек, которые откликнулись на Алексея. Чем он вас так покорил? Вы знаете, даже на расстоянии тысячи километров через экран телевизора я почувствовала тепло от этого человека, его энергетику. Плакали вместе с ним? Я плакала, когда он пел песню «Надежда», я плакала. Но они даже внешне, смотри, похожи, да? Как говорят, две половинки обычно. Расскажите, кто отец вашего ребенка? Я вышла замуж по большой любви. Но уже после рождения ребенка я, к сожалению, я узнала про то, что мой муж ловелас. Мало того, что ловелас, пьянки, гулянки, шашлыки, друзья, дебошир. Когда вы однажды услышали его щебетание по телефону нежным голосом, кажется, женщину обмануть невозможно. Его прижали к стенке, он сознался, да? Да. Ловелас? Обалдеть. Предательство такое. Мам, я. Мам, я. В общем, вы развелись, когда ребенку было 8 месяцев, и там посыпались истории со всех сторон, город маленький, про его похождения. Да, да. Это было очень неприятно, это все слышать. Они пытались его вернуть, помириться, в конце концов. Город маленький, все терпят. Подруги, наверное, говорили, Жанка, все терпят, и ты терпи. Ну, через полгода он пришел. Он пришел с предложением жить вместе, сойтись. Но на таких условиях, что у нас будут свободные отношения. То есть он будет жить своей жизнью, и мне дозволяется жить своей жизнью. А смысл тогда какой? Просто квартира у вас, что ли, хорошая? Зачем он с вами будет жить, если он спать не будет с вами? Нет, ну, может, он воспылал опять ко мне каким-то чувством. Так не бывает. Я не знаю его мотивы. Я не знаю его мотивы. Просто я ему ответила, что ты, видимо, обо мне ничего не знаешь, и я на такое никогда не пойду. Сколько сейчас ребенку, сыну? Скоро 15 лет. Скажите, пожалуйста, тяжело, наверное, да, в маленьком городе, где все друг друга знают, построить новые отношения? Да, сложно, конечно. Да еще с ребенком. Но вы нашли своего одноклассника, с которым у вас были? Нет, нет, нет. Это не одноклассник. Это мужчина из Польши, которого я знала еще в юности. И мне было 15, ему было 17. Мы встречались у наших общих родственников. Поляк? Да, это был поляк. Мы ходили вместе на дискотеку. И вот спустя 20 лет вновь была эта встреча. Специалист, да? Да, мы сначала переписывались долгое время, а потом... Не получилось, потому что расстояние? Расстояние. Расстояние. А к себе не звал? У нас был разговор об этом, но это пока невозможно, так как у меня ребенок учится здесь в школе. А вот в связи с этим у меня вопрос. Леша у нас кардинально меняет, даже не на 300, а на 540 градусов вокруг своей оси. Из Москвы он никуда. Ну, Екатеринбург, но вы в Бресте живете. Москву поедете? Вы знаете, если у нас все получилось бы, если бы я почувствовала, что я хочу быть с этим человеком... Вы приехали тысячи километров. Для того, чтобы встретиться с Алексеем. Поэтому какие рассуждения? Ну, вот она, получается, не первый раз видит, она видела предыдущую передачу. И ради Алексея специально приехала. А вы поедете? Потому что вы внешне очень монтируетесь, прямо такие... Брест. Русский тип. Я почувствовала своего вот человека. Ну, какая разница, где начинать? Послушайте, Брест прекрасный город. А возможности? Возможности какие? Рядом Европа. Я не знаю, как это сказать правильно. Центральная полоса российская. Вы смотрите, в чем дело, Жан. Я, конечно, отговаривала Алексея. Уже хватит ему на территории женщин. Ну, хватит, он же нажился. Давайте будем думать, как выйти из этой ситуации. Хорошо? Есть еще время. У меня тоже в голове что-то... А мы давайте барабашку спросим. У вас же домовой есть. Да, это такая мистическая даже история. Я вот ощущаю присутствие дома, домового. Это проявляется, например, когда находишься в таком пограничном состоянии. Вроде бы как еще не спишь, уже не бодрствуешь. Вот я какие-то прикосновения ощущаю. Или вот как будто берут у меня сзади волосы и накручивают на пальцы. Может быть, это ангел. Может быть, это ангел. Вот я точно знаю, что мой ангел меня держит за руку. И буквально месяца два назад я налила молочко в блюдечко, поставила под батарею, положила печенье рядом. И мысленно обратившись к домовому, попросила, что приведи в мою жизнь хорошего, достойного человека. И вот буквально это чудо просто, что вот через два месяца меня приглашают в вашу передачу. Ну, я не знаю, как это объяснить. Домовой, это, конечно, очень интересно. Не надумано ли это уже вот таким одиночеством глубоким? Мы меняем этот страшный бонус скелет в шкафу на какую-то новогоднюю историю. Ну, и остается, естественно, свидание наедине и семейной традицией. Новогоднюю историю. У нас случилась такая забавная история. Мой ребенок, мой сын, одно время, когда он был маленький, очень увлекался динозаврами. И мы вместе писали Дедушке Морозу письмо с просьбой подарить ему игрушечного заводного динозавра. И вот пригласили Дедушку Мороза на дом уже незадолго до начала Нового года. Приходит Дед Мороз со своим мешком подарков. Максим, это мой сын, так зовут моего сына, рассказывает стихотворение, поет песню, весь предвкушение. Вот лезет в мешок и достает куклу. Ребенок в слезы, я расстроена. Тут оказывается, что Дедушка Мороз перепутал подарки. В то время еще не было так распространены мобильные телефоны, чтобы быстро созвониться с той семьей, где он оставил нашего динозавра. Мы садимся в машину, едем в ту семью. Там девочка тоже расстроенная. Отдаем эту куклу, забираем нашего динозавра. И вот буквально так получилось, что до Нового года остается буквально 20 минут. И эта семья предлагает уже нам никуда не ехать, остаться у них, встретить Новый год. И вот так получилось, что... А ребенок с вами был? Да, со мной поехал. Мы встретили. Дружите, наверное, до сих пор? До сих пор мы очень хорошо общаемся. Вы представляете, какая прекрасная история. Невеселая новогодняя история, очень невеселая. Ребенок был, видимо, разочарован Дед Морозом. Может быть, и сюрприз у вас есть еще? Я хотела бы пригласить Алексея вспеть вместе песню «Надежда». В прошлый раз у вас не получилось ее допеть. Сейчас, я думаю, в дуэте у нас все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПИТЕБНЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы, Здесь на нежведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой попасть земной, А удача, награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме в ней пела. Спасибо вам большое, друзья мои! Жанночка, Раисочка, проходите в комнату. Оксана, хорошая ведь женщина. Замечательная. Ну что делать, видите, в 20 лет можно на все наплевать, и в другую страну, и на край света, и в шалаше. Что делать с 40-летним людям, когда есть уже ответственность, допустим, перед ребенком? 15 лет, как его сейчас выдернуть из среды? А женщина прекрасная, Притом влюбленная, видно, что мягкая, нахлебавшаяся, вот с тем самым состраданием. Действительно, от него исходит какое-то тепло, такое внутреннее тепло. И вот мне правда, мне кажется, что мы вот в душе, мы близкие, родные люди. И мне показалось. Вы с Жанной и так можете дополнить друг друга. Вы очень близки. Тогда что придумать? По качествам, по характеру. Давайте сбросимся в квартиру. Ваши карты, они настолько дополняют друг друга, понимаете, что действительно со временем, пообщавшись с этим человеком, вы бы настолько выросли в нее и привыкли к ней, что поняли, что без этого тепла не можете обойтись. Не жалеешь, что приехала сюда? Нет, не жалею. Не жалею. Улыбаетесь. Прекрасно. Проходите и знакомьтесь со следующей невестой. Добрый день, Алексей. Я Валерия. Мне понравились ваши добрые и искренние глаза. Давайте узнавать друг друга ближе. Давайте, проходите. Валерия, 29 лет. Адвокат. Изучает английский язык, повышает квалификацию в юриспруденции, занимается фитнесом и увлекается искусством. Мечтает посетить Дубай. Признается, что до 15 лет воспитывалась в детском доме. Возлюбленный обещал Валерии красивую свадьбу и дружную семью, но оставил ее с долгами на шестом месяце беременности. Надеется, что Алексей умеет выполнять обещания. Валерия, а как вы оказались в детском доме? Мама получила при родах родовую травму. Сперва эта травма никак себя не проявила. Когда мама стала созревать, как женщина, у нее пошли первые признаки болезни. То есть, сперва это кратковременная потеря памяти, дальше анорес. После уже появились приступы эпилепсии. А как она при этой болезни родила вас и вообще отважилась? Дело в том, что ей помогала моя бабушка и ее мама. И она, конечно, решилась на материнство только в 33 года. Я сомневаюсь, что она будет именно той властной женщиной, которой хочет быть дочкой. И когда я родилась абсолютно здоровым ребенком, и случилось так, что, когда мне исполнился годик, у меня умерла бабушка. Та надежда, которая, в общем-то, тянула и маму, и меня. И мама остается в городе, они приезжие, с бабушкой были. Она остается в городе совсем одна, с ребенком на руках, без денег и, в общем-то, в страшной ситуации. Больная? А отец, от которого вы родились? Отец, вы знаете, отцы, они от здорового женщины отказываются. А вы помните день, когда вам мама сказала, что в детский дом вас отведет? Она мне ничего не сказала. Она взяла за ручку, вас отвела? Да, она меня взяла за руку и отвела в отделение милиции. Там оформили вот этот отказ от ребенка. Так что вы разможденным заморышем? Да, да. Понятно? Да. Вас определили, естественно, в детский дом, при живой матери. Да. Вот насколько есть похожие судьбы у людей в мире. Вы были замужем? Я не была замужем, я собиралась. Только вот когда была на шестом месте беременности, мы должны были пожениться. А где вы жили это время? Я жила уже в своей комнате. Вам выделило государство? Нет, эта комната осталась от моей мамы. Почему замуж не вышли? Дело в том, что он хотел жениться, и он, в общем-то, как только мы забеременели, совместно было подано заявление в ЗАГС. И мы ждали, просто вот готовились к свадьбе. А что случилось? Он жив? Да, он жив. Дело в том, что он меня обокрал на шестом месте беременности. В результате этого я от его мамы узнала о его игровой зависимости. Ему жалко, он ее возьмет. Нет, ну, я вам хорошо говорю, он ее возьмет, девочки. Перед вами здесь совершенно потрясающий человек, Алексей. Санкт-Петербург и Москва, это вообще ни о чем. Продается там, покупается здесь, с нуля все строится. Вам 29 лет, у вас могут быть еще общие дети. Если не захотите, не будут. Возможно? Вы адвокат. Вы получили высшее образование? Я думаю, что да, если это будет... Адвокаты нужны здесь. Бедная девочка. Ты знаешь, жалко. Прошла через... Через... Это испытания большие. Трудности такие испытания. А посмотрите, как Вероника похожа на Алексея. Да. Ну, вы просто посмотрите. Кому в голову взбредет, что это не ваш ребенок. Посмотрите на глаза. Да? Вот на эту лепку. Нравится? Да, это ребенок, девочка красивая. Счастливая моя. У вас есть три бонусы. Вы помните, новогодняя история, новогодняя традиция. До свидания наедине. До свидания наедине. Ага. А у вас убывает. Ничего не убывает. Я как скажу, так и будет. Пусть ничего не убывает. Проходите. Пусть может уйти? Пусть все не убивает. Нет, Викусечка пусть посидит с нами. Сколько Вики? Ей 2,9. Сколько ей? 2,9. 2,9? Да. Кто помогает? Кто помогает, Валерия? Вообще няня у нее. Няня есть? Няня, да. Хорошо. А Валерия востребованный адвокат? Вполне. Кстати, с такой судьбиной закончить высшее образование? У нее два образования. А второе как? Экономическое. Вот и бабы как выживают русские, да? Она вообще... Она такой сильный человек, которая смазала все нужно. Главное, чтобы это не переросло в систему выживания. Предполагаешь ли ты сама принимать решение там, где ты считаешь, что ты сама можешь принять решение? Или все должно обсуждаться? Все должно... Конечно, все должно обсуждаться. В этом и существует гармония отношений. Обсуждаться... И еще. У меня есть такой маленький момент. Я склонен к полноте. Я постоянно как бы... Вы боретесь с этим, да? Я борюсь, но я не очень люблю, когда мне это постоянно напоминают. Слушайте, вы знаете, если я выберу мужчину, то никакие отрицательные стороны я не могу замечать. А что, Валерия, такая худая? Ну, конституция такая... Работает в нем, что ли? Я думаю, конституция. Конституция, нет, вы знаете, нет. То есть она... Просто телосложение навсегда такая была. Вполнить не будет? Нет, я думаю, вряд ли. Ну, ей бы надо, а то у нас Алексей-то... О, какой! А может быть, он любит таких стройных? А так будет, как в потерке-то? А он любит таких стройных. Вот в таких подосочных, да? Ну, ладно, раз любит. Ну, она действительно очень сильная девушка. Понятно. Потому что луна в Козероге скрытная. Валерия, потом у вас вся жизнь впереди. Наговоритесь еще, возвращайтесь к нам. Я бы-то внучка бы такой, моя красавица. Так, ну, дальше. Ну что, просто не расстаться, наверное, было, да? Вы подготовили сюрприз? Да, я подготовила сюрприз. Покажите. Пожалуйста, Алексей, я прошу пройти со мной. Алексей, я специально испекла торт, дабы вы оценили мои кулинарные способности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Давай поженимся в вашем мобильном». Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Оксана, вы улыбаетесь. Хорошее настроение, глаза на мокром месте. Вам показалось то же, что и мне? Что скажете? Ну, девушка очень хороша, очень сильно. Я таких семей не встречала. Я бы писала, знаете, вот такие эссе о людях, которые не то, что сами себя сделали, а вопреки всему. За вашу судьбу трудную вам должно уже раздастся. Хорошей семьей. Да, и у них много общего. Да. Сами себя сделали, сами себя воспитали. Они друг другу понятны. Они друг другу понятны. Но она еще и при этом хороша, ухоженная. Даже вот эта нервозность ее немножко такая, она немножко холерик. Ей подходит. Да? Нравятся вам? Вам нравятся такие худырлики? Он любит, любит таких стройных, да. Она тоже рак, как и вы. Родилась. Да даже? Да, это буквально первый градус рака, второй. Это единственное, что меня пугает. Почему пугает? Последняя супруга у меня была раком. Вы знаете, но предыдущая женщина тоже была раком. Я так и понял. Она очень чувствительная, чудесная совершенно девушка. Она вас понимает, и ей нужен добрый, чувствительный человек. Такой вот, понимаете, вашего типа. И у нее тоже сейчас прекрасные шансы на перемены. Они уже были, но они сорвались. Были проблемы тяжелые, очень действительно. И я должна сказать, хороший показатель прекрасный. У нее муж всегда будет авторитетный, успешный. Брак принесет ей успех. Ты достаточно мягкий человек. И ты, мне кажется, со своей этой нелегкой судьбой уже понимаешь, в каких моментах, как нужно себя вести. Да, конечно. У вас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Татьяна. Говорят, пингвины, найдя себе вторую половинку, остаются с ней до конца жизни. Я желаю вам на этой передаче найти своего пингвинчика. А это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Татьяна. 40 лет. Оператор службы экстренной помощи. Пишет стихи, любит восточные танцы и японскую кухню. Гордится тем, что не позволила дочери погибшей подруги попасть в детский дом. Все возлюбленные Татьяны носили имя Алексей. Но ни один из них не смог сделать ее счастливой. Уверена, что сегодня она обретет главного Алексея в своей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ А я на вас смотрю. А вы на меня. А я подарки хочу. Ой, с удовольствием подарю вам подарки. Я очень люблю валять из шерсти. Эти подарки я сваляла специально для вас. Да что вы! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так же, как и тех кингвинчиков. Ой, какая прелесть. Спасибо большое. Также эти игрушки можно использовать для релакса. Это натуральная шерсть. И если капать какие-то определенные масла на них, масла задерживаются. Допустим, если плохой сон, накапайте мяты, поставьте около кровати и будете спать. Спасибо вам огромное. Хорошие подарки. Да. Я думала, правда? Вы совершили благороднейший поступок. Удочерили дочку своей умершей подруги. Очень хотелось бы услышать эту историю. Ну, я ее как бы не совсем удочерила. Я взяла на дни опеку. Марина, когда умерла, ее воспитывала... Алену воспитывала бабушка. Потом бабушка погибла. У нее сердце было больное. И пришлось Алену детский дом сдать. Ну, опека забрала ее в детский дом. Сколько ей было лет? Детский дом ей было где-то 15 лет. Взрослая уже. Примерно, да. Но это самый такой возраст, когда ребенку очень нужна мама и очень нужна поддержка. Но я не смогла взять, удочерить ее, но опеку я просто обязана была над ней. И она жила с вами? Все выходные, все праздничные дни, все каникулы. Я приезжала в детский дом, я ее забирала. И она жила со мной. А почему не всю неделю? Ну, я финансово не могла это себе позволить. И я жила тогда с мужем. Сейчас поддерживаете отношения? Да, конечно. Она взрослая, замуж вышла? Она вышла замуж, я ее выдала замуж. Она сейчас называет меня мамой, мне это очень приятно. Можно заканчивать передачу и разворачиваться и уходить с женихом. Да, забираем. Скажите, пожалуйста, Тань, все мужчины, которые были у вас под именем Алексея? Ну, первый Алексей, это любовь детского сада, скажем так, началась еще в детстве. Росли вместе, в детский сад ходили. А когда пришло время пойти в школу, так получилось, что он пошел в А-класс, а я в Б-класс. А потом, когда классы объединили, уже в кончательном 11 классе, наши чувства опять воспылали. И мы с ним стали опять встречаться, опять у нас любовь. Потом он пошел в армию, я сказала, что я не обещаю тебя ждать, потому что жизнь большая, я молодая, всякое может быть. Естественно, вышла замуж, не дождалась. Но потом он из армии пришел, с первым мужем у меня не получилось разлад там. Тоже Алексей? Ну, считаем, что тоже Алексей. Вася был. Вот, ну, изменил он мне. И мы с ним расстались. Да. А второй Алексей? Первый изменил, второй? Второй Алексей, это у меня была... Ребенка не родили от первого мужа? Ребенка я родила от первого мужа. И вы выходите с ребенком замуж за второго Алексея? За второго Алексея я выхожу. Я не выхожу замуж. Мы с ним живем 7 долгих лет. В какой-то степени счастливых, в какой-то степени не очень. Знаете, какая была ситуация? Он мне говорил, нет, я ему говорила, давай поженимся, давай распишемся, мы с тобой уже много лет вместе, пора уже узаконить отношения. Он говорит, сначала ты забеременеешь, а потом я на тебе женюсь. Я говорю, нет, так не делают. Сначала люди женятся, а потом делают детей. А как от него забеременеешь, если он приезжает вонюч и ужасен? Ну и, в общем-то, с ним, чтобы вот это забеременеть, нужно как минимум заткнуть себе нос, понимаешь, прищепкой. Было и такое, да. А мыться он грешник не любил. Леха, 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 мне без тебя так плохо. И третий? И третий Алексей, с которым я прожила с 2008 года по 2013. Человек замечательный. Я бы сказала, что о таких мужьях мечтает каждая женщина. Поесть приготовит, домой с сумками, убраться надо, уберется. Если я устала все сделать, ну, конечно, по хозяйству-то я сама, вокруг ноги пироги. А что не так? Один очень-очень большой минус. Человек не умеет принимать алкоголь. Запойный, что ли? Да, он либо не пьет, либо он выпил и понеслось. Разбитые машины, долги, куча проблем. А вы прям замуж за него вышли, да? За него я, да, официально вышла замуж. Короче, она жила, она жила с Лехами, да, уже, с божьими людьми. Ух уж эти Лехи. А вот перед вами тоже Лешка. Ну, этот Алексей достанется нам, а ей достанется какой-нибудь другой хороший мужчина. Ну, Алексей с виду, конечно, не пьющий, судя по лицу. Конечно. Интересный. Не курящий. Даже не курящий. А где вы живете? Я живу в поселке, в своей квартире двухкомнатной с сыном. А где? Поселок Сергьевский. Это здесь, недалеко? Это, да, недалеко, 100 километров всего лишь. Вообще ни о чем, даже ближе, чем Питер. Сколько ребенку? 21 год, взрослый мальчик самостоятельный. Нет, определенно, это не конкуренция. Девочки все приятные, симпатичные, но для Леры это не конкуренция. Да, конечно, это не конкуренция. Да. Им нужны более взрослые мужчины. Что хотите, все бонусы работают. И семейная новогодняя традиция, и новогодняя история, и в комнату можете пойти. Все, что хотите. Я хочу новогоднюю традицию. В канун Рождества мы собираемся все с друзьями, с детьми, наряжаемся и идем на калятки. И поем такую очень веселую заводную песню. Мы заходим в дом, к порогу, либо звоним, либо стучимся. Нас там уже ждут, там все ждут, потому что знают, что это обычай. И мы поем песню. Каляда, каляда, накануне Рождества, мы ходили, мы искали каляду святую. Нашли каляду возле вашего двора. Открывайте сундучок, доставайте пиктачок, если нету пиктачок, отрезайте пирога. Какая прелесть, аж мурашки похожи. Деткам дети стоят с пакетиками, туда бросают конфетки, пряники, монетки. И вот с такими большими сумками дети счастливые. Мне, что ли, пойти покалядовать по соседям? Да нет, а я по соседям. Ко мне приезжаете, пирога-то отмахнула, вот такой кусочек. А самое главное, что люди дома сидят и знают, что обязательно придут. И у них уже конфет, монет, всего-всего. Мы знаем эту традицию, спасибо. А приготовили сюрприз? Да, приготовила, но мне нужно подготовиться. Только быстро. Слушай, она такие хорошие игрушки. Вообще же продавать можно. Зарабатывает этим? И этим. У Татьяны очень много всяких увлечений, хобби. Какая молодая, как жирная. Вот так вот себе телефон, а ты сам и валяй. А, кстати, Лешенька, хотел у вас спросить. Вот еще тогда вы говорили, что вы рукастый такой. А что сами-то смастерили? Что дом, рукастый в каком смысле? Ну, яркий пример. Все в своем доме от фундамента до веры я делал сам. Какой молодец. Мне кажется, творческой даме нужен творческий мужчина. Татьяна переедет в Москву? Если ей человек понравится, она с удовольствием переедет. Если у них будут взаимные чувства. Ну, это же... Про какие чувства вы сейчас говорите после сороковника? Ну, какие чувства? Самые, что ни на есть. Да ты что, Родина. Отношения все равно какие-то должны быть. Ты вышла замуж за своего дурака-то, Юрку. Да какие у меня чувства? Я не был никаких. А что у тебя было? Ну, как, голодная была? Ну, это что, не чувства, что ли? Не чувства, конечно. А что? Потребности. Роза, все в своем духе. Сюрприз готов. Давайте посмотрим. Снежная королева. Снежная королева. Снежная королева. Снежная королева. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. Рахмат вам. Спасибо, девчонки. Забирайте свою зажигалку под ручку. Оксаночка, вы прямо зарделись, заулыбались. Я просто подумала, Леша тоже занимается танцами. Он увлекается, ну, правда, латинскими увлекается. И я думаю, что они его нашли. А больше вы нам сейчас танцуете, Ладина? Я не его партнерша потанцовала. Вы еще и танцуете. Да, он очень хорошо танцует. Да. Татьяна понравилась? Да, понравилась. Да? Да. И мне понравилась Татьяна. Веселуха. И подружки такие поддерживают. А фигурка какая у нее прямо? Фигурка. Ни грамма жира. Танец красивый, вела себя естественно, молодец. Какая ты есть, такая ты и была. Как мама сказала, главное улыбайся. Правильно. Совпадений, конечно, много. И плюс ко всему, она, наверное, где-то дополнит вот ваше стремление к познанию. Понимаете, да? Человек, который вольно или невольно, всегда проницательно смотрит на окружающих и думает, врет или не врет. Понимаете, да? Вот у нее такое качество есть. Вот то, что в телевизоре смотришь одно, а выходишь глаза в глаза, ну что я вам сказала? Совсем другие чувства. Ну что, какие у тебя чувства теперь? Искра, искра была. Насчет искра не знаю, но заинтересовала. Заинтересовала. Давайте, посоветуйтесь-ка пока. И мы тоже пошепчем. Тебе какая ваша понравилась? Жанна. Это же, мне кажется, она самая-самая, самая душевная. На тебе больше всего подходит. У нее есть что-то, что нет во всех остальных. У нее есть столько тепла. И она так, над такими глазами на тебя смотрела. Потрясающе. У меня мурашки. У меня нет других компромиссов. Вот она бы тебя приняла таким, какой ты есть. Нет, я все-таки смотрю на Жанну. А это она первая ее есть. Я приняла, как я говорю. Первая? А вторая? Первая Жанна. Вторая из детдона. По-моему, Валерия зовут вторая. А, Валерия. Что-то хмурится он, что-то хмурится. Хочешь сказать, на него давят? Его подруга? Сложно сказать. Оксаночка, кого советуете? Я советую Жанну. А решать ему? Да. Я вам советую Валерию. Во-первых, она моложе. У нее больше сил. Она всей своей жизнью доказала, что вот это вот маленькое, хрупкое создание сломать невозможно. Вам нужна поддержка. Вам не нужна женщина-диктатор, перед которой вы опять будете, понимаете, бегать, нарезать круги. Вы будете вместе. Это очень важно, когда в паре к лучшей жизни, вообще к световому будущему стремятся оба. Вот у вас будет такая упряжка. И ребенок есть маленький, вам будет чем занять. И девочка на вас похожа. Хотя и Жанна, и Татьяна совершенно прелестнейшие женщины. Ну, так как вас увидели невесты и приехали бороться за вас специально, так есть у Жаны и у Татьяны сидеть вот на этом месте, чтобы боролись за них. Поэтому, ну, я считаю, что Валерия и вы идеальная пара, и нет ни одного «но», из-за которого бы я вас стала отговаривать. Да-да, молодец. Ну, Алиса, молодец. Да. На свадьбу пригласишь? Конечно. Я бы, конечно, ратовала бы за Татьяну, мне сорокалетник тоже надо пристраивать. Но мне кажется, что вы еще можете любовь-радость ощутить и пожить. Поэтому, конечно, я за Валерию. Ну, радуйтесь, силы есть, возможности. Ну, Тань, ну, что делать? Ну, бабская доля наша такая. Ура! Все, радай пять. Слазно. Все. Дай пять. Молодец. Молодец. Раки-мужчины, они выбирают в молодости женщин постарше, а после сорока женщин гораздо моложе. И, конечно, он выберет помоложе женщину. Вот, собственно говоря. Я на возраст не особо смотрю. Я немножко на другую посмотрел. Давайте, мы в любом случае вас поддержим. Проходите туда, куда решили. Александр, какие женщины нравятся. Вот если бы в вашей власти было взять любое абсолютное. Ну, у вас, например, по всем. Нет, ну, честно, я честно. Я честно. Предлагаю всем выйти и поддержать Алексея. Я сложно делаю выбор. Очень много аспектов, которые приходится учитывать, взвешивать, думать. И в данный момент я хорошо все усвестил. У нас есть пара Алексей и Валерия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Удачи. Удачи. Рада за вас.